Здравствуйте! Христос в воскресе! В эфире программа «О книжной полке». Её ведущая Наталья Козынцева. Дни печали миновали, и святая радость заполняет всё. Радость воскресения Христова пришла к нам, и радости этой никто не может отнять у нас. В этот день, который наступает ночью, все любящие Христа видят Его воскресение. И мы узнаём новую жизнь, которая изменяет нас и делает из мёртвых живыми. В присутствии живого на веки Христа, которое невозможно уже отменить никакими серебряниками, никакой ложью. И мы, как первые ученики, готовы нести весть о победе Христовой во все концы мира. Так вот радостно, со словами пасхальной проповеди, обращается к читателям протеерей Александр Шаргунов со страниц одной из книг трёхтомного издания под названием «Перед пасхальным судом Слово». Этот трёхтомник вышел в свет в издательстве Свято-Троицкой Сергеевой Лавры и занял своё место на нашей книжной полке. Автор книги протеерей Александр Шаргунов 37 лет служит в храмах Москвы и многие годы преподает в Московской Духовной Академии и семинарии. Доцентр кафедры библеистики, член Союза писателей России, с 1991 года является настоятелем храма святителя Николая в пыжах. В трёхтомник перед пасхальным судом Слова включены избранные воскресные проповеди отца Александра, произнесённые им в храме за всё время священнического служения. Первый том — от Пасхи до Пятидесятницы и воскресные всеночные бдения. Второй и третий том — от Пятидесятницы до начала постной триоди. Воскресные Евангелия — не просто пересказ событий, увиденных живым взором. Они могут быть поняты только исходя из события Пасхи. Христос хочет открыть наш ум к уразумению того, что происходит в истории человечества и в нашей личной судьбе. Эта книга, по словам автора, является приглашением читателю предпринять самому и для себя в своей конкретной жизни погружение, всегда новое, в живое Слово Божие. «Елицы во Христа крестистисся, во Христа облекостисся» — таков гимн Церкви посреди Пасхи. Воскресные Евангелия — не просто пересказ событий, увиденных живым взором. Они могут быть понятны только исходя из события Пасхи. Христос в центре этих воскресных Евангелий. Отныне весь мир устремлён к слушанию Бога, который говорил с нами однажды и продолжает говорить на человеческом языке. Для тех, кто не может примириться с бессмысленностью жизни, вопрос сегодня, как и две тысячи лет назад, один. Какого Спасителя, какого миссию мы ждём? Этот вопрос, по словам автора, может показаться абсурдным, но можно попытаться на него ответить. Мы не ждём больше никакого Спасителя, потому что Он уже пришёл. В отличие от тех, кто, видя Его и слыша Его, отверг Его и продолжает ждать того, кто на самом деле будет вместо Него. Этот вопрос, говорит Отец Александр, не абсурден, и ответ на него не даётся сам собой, если мы относимся к нашей вере сознательно и трепетно. Этот вопрос не абсурден, потому что наша вера утверждает, что Иисус есть Христос, и мы ожидаем Его возвращения, Его второго и славного пришествия в нетерпении и напряжении всего нашего существования. Кто же этот Царь Славы, Сын Человеческий, Который пришёл к нам и грядёт к нам? У кого из нас достаточно веры в Него? Ответ не даётся сам собой, потому что в нас ещё не раскрылась по-настоящему благодать, дарованная нам нашим крещением. Что же зависит от нас? Что ещё должны мы делать, чтобы искать свет среди ночи этого мира, желать спасения, стоя перед бездной погибели? Что ещё должны мы делать в этом блуждании по дорогам жизни, не смея поверить, что она дана нам, чтобы стать встречей с тем, чей взгляд, голос, слово открывает пасхальную вечность? Мы знаем только, что надо идти и что для этого необходимо запастись хотя бы немного трезвостью и мужеством. Всему своё время, говорит автор, в этом смысл воскресной тайны. Господь должен быть познаваем постепенно, день за днём, во встречах с Ним, в слышании Его голоса и в глубоком принятии Его богочеловеческой Личности. Мы призваны противостоять всем упрощением и сокращением этого пути. Следует заранее отражать опасность проецирования на Него наших идей, наших умственных схем и наших желаний. Мы должны быть подлинно ведомы Им в течение нашей жизни и узнавания Его, следовать за Ним до тайны Его смерти и Его воскресения, чтобы все Его деяния и все Его слова обрели подлинный смысл. Мы должны также сами приобщаться подвигу смерти и воскресения, если на самом деле хотим услышать благую весть спасения и узнать Мессию Христа таким, каким Он себя являет, а не таким, о каком мы мечтаем. Так ведёт нас Церковь от воскресения к воскресению из года в год через всю нашу жизнь. По словам Отца Александра, мы слишком много знаем, потому что однажды упал на нас малый луч Его Божества. Но как бы ни было благодатно наше просвещение, на самом деле мы касаемся истины только краем нашего сознания, в то время как остальная часть нашей жизни — необработанная земля, над которой надо трудиться и которую надо засеять. Вот почему повторяется из года в год чтение в Церкви одних и тех же воскресных Евангелий. Мы, крещённые, не будем уточнять, сколько у нас в стране крещённых, должны без конца заново начинать путь, ведущий к окрещению, который мы однажды приняли, к мужественному погружению в пасхальную тайну. Снова и снова нам надо убеждаться, что мы только в начале веры во Христа, Сына Божия, Господа и Владыки нашей жизни. Попытаемся начать распахивать эти заросшие бурьяном пространства нашей жизни и не будем пугаться тьмы, окружающей нас со всех сторон, огромной, всегда большей, чем нам хочется думать. Потому что мы услышали в пасхальную ночь в Евангелии, от которого начинаются все воскресные Евангелии, что свет во тьме светит, и тьма не может объять его. То, что переживает церковь после праздника Пасхи, не есть послепасхальный период, а раскрытие Пасхи до Пятидесятницы. Потому в середине этого периода мы совершаем праздник, который называется Преполовением Пятидесятницы. И уже в первый вечер Пасхи начинается Пятидесятница, когда воскресший Христос дунул на своих учеников, сказав, «Примите Духа Святаго». В течение этих сорока дней воскресший Христос совершает введение своих учеников в новую жизнь, которая отныне принадлежит всему человечеству. Пасхальное время — начало священного времени, нового времени, уже теперь проникающего в ветхость нашего мира. Это время новое, потому что Христос решительно пробил стену всякой смерти, в том числе времени, неумолимо убивающего всех. Отныне глубинный смысл всех событий, переживаемых нами, выходит за их пределы, потому что событие воскресения дано всем. Как говорит Отец Александр, мы из тех, кто верует, что Бог уже говорил с человечеством и что Он продолжает говорить с Ним множеством различных способов. События, которые происходят в мире и в нашей личной жизни, часто являются Словом Божиим. Катастрофы, выздоровление от неисцельной болезни, смерть любимого человека, рождение ребёнка, чей-то исполненной любви или ненависти, жест по отношению к нам. Всё это — божественные слова, которые мы должны различать. Есть также Священное Писание — слово, с которым Бог обращался к людям в течение священной истории и которое с благоговением было принято ими. Это слово всегда современно. Оно возвещается и объясняется за каждой литургией. Мы можем читать его, размышлять над ним и жить им каждое мгновение. Вне всякого сомнения, Слово Божие всегда нам доступно, как солнечный свет, освещающий нас, как источник, в котором мы можем всегда утолить нашу жажду правды и истины. По словам священника, духовное разумение достигается не внешним знанием, но слушанием Слова Божия и послушанием веры. Исполнять заповеди означает пребывать в любви, то есть следовать за Христом, чтобы быть Его свидетелем. «Вы же свидетели сим», говорит воскресший Христос своим ученикам. Это слово обращено к каждому из нас. Словами «Воскресение Христово видевше» мы исповедуем нашу веру. Мы видели воскресшего Христа в Церкви, которое есть тело Его, в Таинствах, в Его Слове, всегда живом, от которого горят сердца любящих Его, а также во всегда действенном присутствии Спасителя в судьбах мира. Разумеется, нам не будет дано пережить то, что пережили апостолы после воскресения. Но все мы призваны пережить личную эту встречу с воскресшим Господом. Такая встреча переворачивает жизнь и направляет её к самой сути. Не обязательно ждать каких-то чрезвычайных событий. Такое переживание часто даётся нам в нашей каждодневной, обыденной жизни, когда Он идёт с нами по дороге и изъясняет нам Писание. В завершении программы обратим внимание читателей к внешнему виду этого издания. На обложке первого тома этой книги фреска с изображением Христа в ад сошедшего и с собою вся воскресившего. Спасительный пасхальный суд начинается в церкви с Антипасхи и длится до скончания века. На обложке второго тома фреска с изображением Христа вознесшегося во славе и грядущего со святыми и ангелами судить мир. На обложке третьего тома раскрытие этих двух тайн в течение земной жизни Спасителя. Все воскресные Евангелия так или иначе об этом. Притча о десяти девах звучит в церкви во время Крестной Пасхи, предваряющей Христово Воскресение. Нам ясно показано, что Христово Воскресение не только обетование, но и предупреждение. Каждый человек должен сделать выбор принять Христа и дар Его Воскресения всей своей жизнью либо отвергнуть Его. И об этом также говорит автор этого трехтомного издания. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Христос Воскресе. Редактор субтитров А.Семкин